Девушки отдыхают Огонь. Его почитали во все времена и на всех континентах. Божествам огня, а их более сотни, слагали стихи и строили храмы. Например, в Индии богу огни посвятили более 200 гимнов. В римском храме богини Весты Весталки поддерживали неугасимый огонь, а священным огнем домашнего очага ведала сама Гестия, олимпийская богиня. Какой огонь горит в чуме и из какой искры он разгорелся, узнаем сегодня. Кто догадался первым использовать дрова для приготовления пищи, ученым установить не удалось. Да и время они почитали относительно – один или два миллиона лет назад. Но в одном все же ученые солидарны. Человек мог воспользоваться огнем, например, от молнии. Тогда сразу становится понятным, почему в культуре народов огонь имеет божественное происхождение. Все-таки с неба упало. В ненецкой мифологии огнем владеют сразу несколько божеств. Например, Нумгымбою поклонялись тазовские и гыданские ненцы. Легенды повествуют, что верхняя часть чума Нумгымбоя была снесена стрелой. Птицы, пролетая над его чумом, камнем падали в это отверстие. Поэтому в чуме много птичьих костей. Тазовские ненцы рассказывают, что когда-то Нумгымбой был шаманом, который семь лет путешествовал по небу. На седьмой год с огнем опустился к верховьям таза и на головы людей швырнул искру величиной с молнию. Илевампертия – покровитель оленей, но в его имени звучит «илипц» – жизнь, а она без огня невозможна. Малоземельские ненцы считают, что Илевампертия – огненная женщина, всегда заботится о людях. Ну и, конечно, в каждом чуме в очаге живет дух огня. Потом человек научился добывать огонь трением деревяшки о деревяшку. Индейцы Северной Америки обычно терли две палочки вместе. Интересно, как у них получалось? Добывали огонь, ударяя камнем о камень. Так летели искры. Эскимосы для этого брали кусок кварца и перита – железного колчедана. В Китае и в Индии кусок разбитой глиняной посуды ударяли о бамбуковую палочку. А что делать? Спичек-то еще не было. Добытый огромным трудом огонь оберегался и поддерживался. Знания о нем передавались из поколения в поколение. О его силе отцы рассказывали своим детям. А оберегать огонь было священным долгом каждого человека. Такие взаимоотношения человека с огнем длились вплоть до XIX века. Вот из такой шкурки белого песца или рыжей лисицы можно сшить шапку или воротник. А еще эту мягкую рухлядь, так называли меха в прошлые века, можно было обменять на чай, порох, свинец или рыболовные снасти. Стоила такая шкурка на обдорской ярмарке 70 копеек серебром. Для мелких сделок годились лапки – 3 копейки. Одним из основных товаров, который кочевники выменивали на ярмарках, было огниво. Его и сегодня можно купить, но в основном через интернет. Зачем нам огниво, когда есть спички и зажигалки, узнаем у Федора Личутина. Ань, дарова. Ань, дарова. Федор, ну расскажи, где сегодня вообще используют огниво, где его берут, и вообще зачем оно нужно сегодня в век зажигалок, спичек? Ну, в принципе, можно или спичку, или зажигалки с собой хотя бы держать, завернутые в пакетик. Ну, а если нет, то можно в магазине купить уже готовое огниво. А можно сделать самому. Вот, берете просто напильник, пологаркой его обрезаете, нагреваете и, можно, закругляете. И получается у вас кресало, в котором выбиваете огонь, искру. А чтобы была искра, надо камень, надо кремень. Вот, вместо кремня можно использовать, ну, любой камень, в котором даже можно просто подправить ножик. Ну, в принципе, мы возьмем, с собой таскаю, такой камень, которым подправляю ножик. Таким вот способом высекаете огонь. Так как мы на снегу разжигаем, до земли нам докопаться далеко, лучше положить какие-нибудь веточки. Вот у нас мох. Самое главное нам добиться того, чтобы у нас зашаяло. Это уже салфетка. Можно, да, обычная салфетка, вот такая же, свернутая плотно в этот, и положенная. Она нужна для того, чтобы... Она приняла искру, и от нее пошел огонь, дым. Зашаяло, чтобы... Лучше положить пошире, разложить, потому что непонятно же, искры куда полетят, так ведь? Вот, 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 вроде вот что-то есть, вот, зашаяло. Вот. Ну все, вот таким образом мы добыли огонь. И всего-то понадобилось пять минут. Да уж. Но с каким трудом? Есть такая загадка. Волшебник в чуме на железе сидит, и укусить может, и угостить. Что это? Хорошо, тогда вот еще одна. Один еще только есть начал, а другой уже в Макадан выскочил, вслед за ветром. В веточках прячется, в огне рождается, в небе исчезает. Это, конечно же, все про огонь и дым. Я приглашаю вас погреться у огня в чуме Домны Федоровны. Ань, здорово, Домна Федоровна. Здорово, Ань, здорово. Гостей ждете? Ага, гостей жду. Чем будете их угощать? Оладушками своими угостить. Как у вас жарко, можно раздеться. Да, раздевайтесь, раздевайтесь. Всех угощаю оладушками, очень мои оладушки нравятся. На сковороде жарите? Нет, на печке. А, они делаются на печке? Да, сковороды. У нас, если возить всего, очень тяжело. Мы на этой печке все делаем. Рыбу жарим, кунеир жарим бывает. Ну, вы печку как-то по-особенному готовите, да? Оленьим жиром мажем. Оленьий жир не горит. Она хоть... Вот, видите, как жарко еще. Потом надо присыпать солью, да? Да, солью, чтобы горько ушла до что-то. Все? Так? Ага. И сейчас. Вот, я буду держать, ты делай ложь. По одной ложке? Ну, по одной ложке. Как умеешь. Как хочешь, так и делай. Так. Какой запах идет. Сейчас уже можно повырвать. Опять дольше-то горит. Ну, хорошо. И вы их сразу смазываете, да? Да. Маслицем. Ну, что, теперь будем пробовать? Пробуйте. Наши изделия. Сама пекла. Писатель Эльдар Ахадов записал такую молитву. Ту ерф, ту хода. Огня хозяин и хозяйка. Благословите наш очаг. Здесь детворы ненецкой шайка. Взрастала, глядя по ночам. На ваш огонь навек священный. Не зря бросают в жар бесценный кусочки лучшей еды. У ненцев было такое поверье, что огонь нужно кормить. Так они хотели умилостивить хозяйку огня. Ту хода. Они бросали в жар самые лучшие кусочки мяса, которые добывали на охоте. Я сейчас тоже покормлю огонь. Ну вот. Хозяйку огня порадовали. Донна Федоровна, в чуме за содержание огня и за поддержание очага отвечает женщина, как правило. Да. А есть ли у вас какие-то приметы, связанные именно с этим, так сказать, сакральным местом для женщины в чуме? Бывает, в печке или так огонь шает. Так значит, ой, кто-то гостит. Гости, наверное, приезжают. Такие приметы есть? Ой, гости. Или бывает, в печке уголек отскачивает. Тоже такое бывает. Ну, уголек сегодня отскачил, наверное, гости придут. То есть вы по огню еще как-то гадали? Ну, по огню через огонь прыгать нельзя. Бывает, ребята возьмут уголек, да бегают. Тоже нельзя это. Все еще всегда унимаем. Что-то, чтобы не бегали огнем, не играли. Нам родители всегда говорили. Это-то, да, я тоже помню. Ругаться и, наверное... Так ругаться, да, конечно, ругаться нельзя. У русских тоже есть такая пословица. Говорят, сказал бы я тебе допечь везде. Ага. Огонь не товаришь. Ну, и тепло, и хорошо, но играть с ним тоже нельзя. Шутить. Есть на земле люди, которым не нужны спички, зажигалки и огнива. Они живут на Андаманских островах и предпочитают тщательно сохранять леющие или горящие головешки, чем разводить огонь заново. И хотя сегодня развести огонь не так сложно, традиции его почитания не угасают. Огонь в очаге чума больше, чем пламя. И пока оно горит, все зависит только от нас. Увидимся. Лакомбой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова